Слова из Библии. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 20 стих. Итак, мы посланники от имени Христова. Случай из жизни, если бы ты мне сказал... Один брат во Христе, проповедник, рассказал о самом себе такую историю. Как-то после водного крещения он подошел поздравить новых членов церкви. Когда дошла очередь до пожилой сестры, новообращенной, брат после добрых пожеланий добавил «Да, слава Господу, что вы все-таки пришли ко Христу, несмотря на ваш возраст». И вдруг она ответила ему «А ведь это ты виноват в том, что я так задержалась с этим?» «Могла бы уже пять лет назад начать славить своей жизнью Бога». Изумленно выслушав ее, проповедник сказал «Вы, наверное, ошиблись? В чем моя вина? Ведь я с вами даже не знаком». Но новая сестра во Христе бойко объяснила «Вижу, что ты меня не узнаешь, а вот я тебя очень хорошо запомнила, и потому, когда в эту церковь пришла, сразу же тебя узнала. Ведь столько лет вместе на одной электричке ездим. У тебя, видать, тоже за городом огородный участок есть?» Брат растерянно кивнул головой и пробормотал «Да, есть». А она тут же продолжила «Так вот, ехать-то туда нам больше часа и сидим, и сидим друг против друга. Сколько раз поговорить с тобой хотела, хоть и не знала, что ты верующий?» «Да где ж там?» «Ты как газеткой своей закроешься, и никого для тебя нет». «Беспокоить как-то неудобно было, но я тебя хорошо запомнила, и на первом же собрании, когда ты проповедовать стал, сразу и узнала. Думаю, а вот и мой попутчик». «Скажите, а как же вы все-таки в церковь пришли?» смущенно спросил проповедник. «Да уж нашлись добрые люди!» С улыбкой ответила она, и лицо ее просветлело. На автобусной остановке случайно познакомилась с одной женщиной, она из этой церкви. Разговорили с ней, ну и потом вместе сюда и пришли. «Сейчас она мне сестра, сестра Вера. Благодарю Господа за нее». «А я вот почему-то вас совсем не помню», сконфуженно проговорил брат. «Так ты ведь даже тогда головы не поднимал?» ответила новая сестра во Христе. «Да, жалко. Столько лет потеряла. У меня душа давно уже по Богу томилась. «Ах, если б ты свое чтение отложил тогда и поговорил со мной, к примеру, сказал бы мне, «Как вас величать, мол, попутчица моя?» «А я бы тебе ответила, «Тетя Маша меня зовут, милый человек». «А ты бы мне сказал, «А вы, тетя Маша, в Бога-то верите?» «А я бы тебе ответила, «Верю, но что-то на сердце уж очень тяжело. Грехи давят, видать». «А ты бы мне, «Так ведь Христос простить вас может. Только покайтесь». «И тут я бы тебе сказала, «А как мне, милый человек, покаяться-то правильно?» «И вот, пока мы на электричке-то едем, ты мне все бы и разъяснил, и в церковь бы позвал. И тогда я бы уже пять лет назад Богу служить начала. Вот оно что! А еще прикинь, если б я тогда, пять лет назад, умерла, где б я была тогда? «Простите меня, сестра Мария!» От всего сердца сокрушенно воскликнул брат. «Я действительно виноват. Виноват перед Господом и перед вами». «Прощаю! А как же иначе?» Мягко ответила она. «Только ты больше газеткой-то от людей не закрывайся. Говори с ними, милый, о Христе говори. Люди ведь почти ничего об этом не знают и в погибель идут. Так что ты уж никого больше не пропусти, брат ты мой дорогой». В этот день проповедник возвращался домой удрученным. Он понял, что фактически свернул с Божьего пути, потому что перестал всем сердцем переживать о самом главном, о помощи несчастным, живущим во тьме этого мира. Он вдруг осознал, что его сердце бьется ровно и спокойно при виде идущих в погибель людей, а значит, вся его активная религиозная деятельность совершенно напрасна. Как сказал Спержин, люди толпами идут в ад, но многие из них не знают, не слышали об этой удивительной любви Иисуса Христа, то есть о том, что за все их грехи уже заплачена цена. И вот эта женщина Мария могла бы уйти в вечность, непримиренной с Богом, а значит, навсегда отправилась бы вместо бесконечных мучений, потому что он, проповедник Слова Божьего, совершенно не переживал о спасении ее души. А причина этому – его собственная охладевшая любовь ко Христу, иначе он не пропускал бы случая рассказать о нем каждому, кого посылал ему Господь. Да, конечно, не все принимают Божьи слова, но наше дело – всем открывать радостную весть о спасении во Христе, остальное совершает Господь. И если мы не исполняем этого святого Божьего поручения с любовью к Богу и к людям, то горе нам. Так написано в первом послании Коринфянам, 9 глава, 16 стих. Горе нам, если не благовествуем. Евангелие от Луки, 8 глава, 39 стих. Расскажи, что сотворил тебе Бог. Время быстрым потоком несется, коротка на земле наша жизнь. Не молчи о Христе, друг спасенный, но заблудшим о нем расскажи. Не молчи, когда видишь несчастных, утопающих в страшных грехах, чьими жизнями так беспощадно управляет жестокий наш враг. Ближе к вечности мы с каждым годом не вернуть ни минуты назад, не пройди в безразличии холодном мимо тех, кто направился в ад. Взыщет Бог за твое равнодушие. О, поправь пламя тусклой свечи и сражаясь за падшие души, никогда о Христе не молчи. Вновь у голгов и склоняюсь я, снова взываю очисти меня. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, дух ослабел мой в житейской борьбе, вновь открываю Тебе не дая все согрешения у алтаря. Вновь, о Господь, прихожу к Тебе, дух ослабел мой в житейской борьбе. Вновь у голгов и склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя, сколько ошибок я вновь совершал, сколько сомнений в душе допускал. Вновь у голгов и склоняюсь я, Боже, как мало любил я Тебя. Вновь вспоминаю слова Твои, не осуждаю, впредь не греши, не греши. Снова смотрю на голгов и склоняюсь я, вновь принимаю прощения весть, вновь вспоминаю слова Твои, не осуждаю, впредь не греши. греши. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...